всем привет меня зовут надежда я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь ребята я сделала себе кокосовый грунт мне пришел кокосовый торф я его размочила размешала с перлитиком а значит сегодня и именно сегодня хотя уже наверное 26 число потому что ночь вот и сегодня я хочу конечно же свою бегунью которая пришла мне листиком вот хочу я ее поставить в тепличку то есть разрезать нарезанные фрагменты вот и поставить в тепличку также хочу переделать и здесь у меня был листик милана булаты то есть то же самом сид у меня вам все размотаем и тоже усадим в тепличку то есть я нормальные купила контейнеры с крышечкой все как надо ребят на заднем плане посмотрите я же сегодня сделала естественно все посадки своих новинок как вам мой как мой фикусе наешь боже мой какая прелесть я не вообще я не упалте все остальные посадки конечно же покажу вот а также у меня укоренилась дала маленькие небольшие корешки хойка и филадендрон который приходил у меня от светланки на цветочки то же самое с вами сегодня посадим уж коль у меня готов то есть такой вот скажем так укореняющийся укореняющийся грунтик почему бы и нет а еще перед тем как перед тем как начать хотела показать вам что у меня сегодня еще пришло в комментариях девчонки мне посоветовали вот это вот средством называется b1 антистресс он так и идет антистресс стимулятор корнеобразования быстрая адаптация наращивание корневой антистресс эффект пробуждения почек дозировка здесь идет один миллилитр на литр воды каждые 7-10 дней до полного укоренения тут очень мелко поэтому давайте вам почитаем значит так мера предосторожности непонятно ля-ля-ля так пину не надо не надо пить не надо ничего с этим делать так состав витамин b1 тиамин так тиамин микроэлементы в том числе железо корни образовывающие корни образовывающие гормоны фосфата экстракт ютки и хитоза значит так хранить нужно вот эту бутылочку желательно в холодильнике так холодильнике рабочий раствор ну то есть развели до на литр на литр развели и но не использовали сразу до двух суток не более двух суток если он стоит при комнате температуры и целую неделю может стоять в холодильнике не вопрос то есть вот такая вот и с ним идет сразу же вот такой вот шприцик с этим как удобненько удобненько ну конечно же будем им пользоваться конечно же обязательно разведу его потом опрыскиваю то есть нужно по листу почему нет и так давайте приступим для для начала то есть сейчас мы делаем с вами возьмем наши контейнеры здесь просто у меня получается кокосовый торф мне даже тепленький еще мне еще даже тепленький потому что я разводила эти брикеты горячей водой отжала развела с перлитом но это я знаете сделал буквально вот эту вот чашечку то есть вот эту чашку и все и остальные ну то есть я же сегодня три брикета то есть я их получил и три брикета я их тут же естественно я их размочила вот и все остальные у меня был большой такой контейнер где у меня лежала домашние лечу за абсолютно без дела да вот и я полностью смешала как раз получ как раз получилось 50 на 50 вставляете и у меня это значит что это значит что у нас с вами готов грунт для пересадки одежды для пересадки вообще всех сколько будет пересадок вообще классно целый контейнер большой огромный прям я счастливее я не могу так значит так приготовили 1 3 готовим давайте 2 приготовим день как обычно насыщенный как обычно классный насыщенный все хорошо ребят я таким образом вот на самом деле отдыхаю вот после рабочего дня вот ничего не надо ли не вот заниматься растениями и тогда действительно чувствую реально что я отдохнула по-другому не могу расслабиться вообще никак может поэтому у меня столько растений потому что я по-другому расслабляться не умею так ну давайте ага ну давайте ну давайте ну давайте ну давайте а где где у меня мой скальп где у меня модный знаете я хотела думаю ладно полежит она ночь потом я ее замочу в чем-нибудь там в чем я обычно там замачиваем секундочку еще что нибудь да я имею виду листик развести раствор замочить пускай полежит потом чуть-чуть и все и резать ну муж коль сегодня решила делать так зачем тогда его мочить вот зачем него мочить него не надо мочить так ну ты листик конечно пришел в идеальном состоянии не турка не потерял ничего заметку надо понимать брать мальчик девочки ведь как правильно нужно запаковывать все это дело не потерял туркера хорошенький так если я вас приближу как это будет видно вообще замечательно еще и видно скажите скажи на трявощи капец как видно а вот так как видно да я думаю ведь еще раз протрем все это дело так ну что ну что ну что ну что ну что сначала давайте вырежем давайте вырежем серединку вот так вот серединочка у нас есть и дальше нам нужны прожилки нам нужны с вами прожилки ну я не профи ребят так что вы меня уж извините сейчас я приветствую сейчас я думаю девчонки кстати вот он маленько туда сейчас девчонки которые профессионалы скажут вот тут вот тут на дириж вот я вас слышу девчонки честное слово слышу так здесь он все равно поврежден смысл здесь давайте вот так уберем по избежание какого-нибудь там загнивания да вот видите тут жилка на 2 уходит не знаю пока так может останется так вот так вот так вот так не знаю здесь вам все видно потому что я ничего не вижу что делаю точнее я вижу что я делаю я не вижу что я вам снимаю так ребят ну вот так и есть у листика чуть-чуть мы так вот своими подрежем на вот так вот так давайте посадим все это дело давайте посадим все это дело так вот так вот так что такой ответственный момент ребят потому что я допустим да ну никогда этим не занималась все честно скажу я сейчас это делаю потому что я посмотрела у девчонок надеюсь что правильно я все сейчас поставлю ничего я выкидывать отсюда не буду как уж порезала так порезала так да а то я забыла удалить наверное вообще ничего не понятно что будет какой-то будет вот ребят вот так вот это наш листик так давайте пока я накрою и потом я обязательно еще прольем конечно важного ты плотненько плотненько так закрываем надо подписать такой листик хотя у меня всего их 2 давайте посмотрим что тут происходит у нас вам все запаковал это я нехило скажу я вам так потому что у меня крышки не было ничего тут у нас важность так влажность так вот ну так тверденький прям листик я вам скажу даже очень-очень тверденький листик получилось тут какая-то темная штучка мне она не особо нравится вот это вот штучка темная я его здесь тоже вот так вот срежу вот так поставлю вот тут то же самое все убираем здесь тоже конечно же я потом пролью обязательно ну давайте посмотрим как у нас тут что у нас тут с вами с корешками посадим точку посадим точку посадим так 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 умеете у него уже какие корешули хорошие чего его зачем его мочить ну какие корешки вот корешки интересно да так можно его даже не знаю как его тут посадить то если честно так здесь я то есть надо это уже разделяло тут то прям явно корешочки у нее давайте посадим пускай укореняется а дальше уже как корешки пустит хорошо нужно будет ее в грунт хуйка очень красивая прям шикарная прям так и посажу вот этими вот этими корешками теме которые уже там по выходили и здесь точно так же вот ребят даже приминать ничего не буду просто полить чуть-чуть и все вот так пускай станет знаете это даже не посадка знаете было что-то вообще хорошее так то корневая да обычно то же самое посадка точно такая же так а тут знаете тут наверно 2 3 получится сразу же так что сначала вот один делаем давайте другую тоже так же сделаем так так не очень неудобно этого поставить вот так позвонить самый раз хорошо как потрудились в общем по поводу препарата я потом конечно буду говорить от за свои не знаю завтра после зато разведу еще соберу в холодильник завтра разведу и начнем как бы работать растениями а там посмотрим как то так ребята все все ушки пошла отдыхать расслабилась хорошо благодарю вас за то что вы меня смотрели до новых встреч и пока пока